Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет начинаем читать книгу пророка Аввакума. Эта небольшая книга входит в корпус 12 малых пророков. Главный вопрос, который в ней задается и на который содержится также ответ, это почему в мире господствует зло. И почему Бог не запрещает этому злоутвориться. И почему насильники, убийцы господствуют в этом мире, правят этим миром. И почему Бог попустительствует. Собственно, с этого вопроса после заглавия, после надписания и начинается книга. Пророческое видение, которое видел пророка Аввакум. Во время этого видения ему и были пророчества. Но начинается книга с вопроса, который задает пророк. Вопроса, обращенного к Богу. Да коли, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь. Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Пророк, видимо, много и долго молил Бога, взывал к Нему, вопиял о насилии, но Господь не давал ему ответа. И вот эта вот безответность Божия, испытывавшая, наверное, пророка, она заставляет его мучительно переживать вот эту ситуацию, видя в господстве в мире зла, насилия. Пророк, естественно, обращается к Богу. Он верующий пророк. И Господь не оставляет его без ответа, дает ему ответ в видении. Но дальше звучит вопрос, для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. Вот эти вопросы, на эти вопросы, звучащие в начале книги, ответ будет дан во второй главе, в четвертом стихе, в стихе, который считают центральным стихом этой книги, где будет сказано, вот такой спойлер, «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение, начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». И это второй стих. А дальше, четвертый стих второй главы, «Вот душа надменно не успокоится, а праведной своей верою жив будет». Когда мы будем читать вторую главу, мы этот стих разберем. А сейчас вернемся к первой главе. Книга была написана, по всей видимости, в ту эпоху, в эпоху заката Ассирийской империи, новой Ассирийской державы, когда на смену Ассирии, Ассирийской власти, доминированной на Ближнем Востоке и в Передней Азии, приходила новая Вавилонская держава. Халдеи. Дальше о них будет говориться. Вавилоняне, Халдеи, положили конец господству ассирийцев, Ашура, и установили свою власть на обломках Ассирийской державы. От этого закон потерял силу. От чего? От того, что, как здесь сказано, грабительство и насилие, вражда, раздор, злодейство, бедствие. Все это в мире. Все это господствует в мире и в той стране, в которой живет Аввакум, в святой стране Израиля. Но и так же и по всему миру. И вот от этого закон потерял силу. И суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного, и то и суд происходит превратный. Часто звучат у пророков упреки в адрес судебной системы, в адрес коррумпированных судей. И вообще часто звучат инвективы правителям. Не только судям, но и правителям, и князьям, и царям. Пророки говорят им нелицеприятное, обличают их в несправедливости, в беззаконии, в насилии по отношению к бедным. И здесь содержится, видимо, критика не только ассирийцев, ассирийцев, но и собственных своих правителей иудейских. «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю во дни ваши такое, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказали». Судьбы в руках Божьих. Вот этот пятый стих, это уже не прямая речь пророка, как в предыдущих стихах, а прямая речь Бога. Бог начинает отвечать пророку. И дальше мы увидим, что все в его власти. Господь попускает какому-то тирану взять власть и начинать угнетать бедных земли. Но потом Господь и прерывает его правление. На смену одной империи приходит другая, на смену одной силе приходит другая сила. И все это происходит по воле Божьей. Так совершатся судьбы Божьи на земле. И в наше время, кстати, тоже. Продолжается прямая речь Бога. Шестой стих. «Ибо вот я под ему халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями». Эти самые халдеи, вавилоняне, они в 612 году взяли столицу ассирийскую и закончилась ассирийская эра, ассирийская эпоха. Наступило новое вавилонское царство. Все это сопровождалось, как обычно, великим насилием и беззакониями. Страшен и грозен он, этот самый народ халдейский. От него самого происходит суд его и власть его. Народ, возгордившийся, считает себя правитель возгордившегося народа, народа такого претендующего, страны, претендующей на мировое господство, сверхдержавы. Он считает, что он выше закона, никакие законы ему не писаны и устанавливает свою власть. Его собственная сила и власть являются для него законом. Мы видим такое и в нашем мире в разных частях света. К сожалению, бывает, все это повторяется и поэтому книга пророка этого очень актуальна. Власть его и суд его, он думает, что исходит от него самого, конечно же, это власть и сила, данные ему Богом. И вот то, что он гордится и думает, что он сам себе власть, сам себе закон, за это Господь его и накажет. Накажет и халдеев, как наказал истерийцев. Быстрее барсов, коней его и притча вечерних волков. Барсы, здесь термин намер. Намер можно перевести как тигр, барс, леопард, пантера. намер здесь в тексте, ну, множественное число намерим. Быстрее барсов, коней его. Самое быстрое животное это кошачий. Гепард, например, развивает скорость до 110 км в час. Конечно же, кони такой скорости развить не могут. Так вот здесь, ну, как вообще в поэзии, а пророчество Аввакума это поэзия, как вообще в поэзии, в поэзии свойственны гиперболы, и вот здесь кони представлены, кони этих халдеев, их конница представлена очень быстрыми такими животными барсами или тиграми, или гепардами, как угодно можно перевести это слово. Вот. Здесь, конечно же, содержится преувеличение, свойственное для поэзии, библейская поэзия не исключение. Скачет в разные стороны конница его, издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Стремительно бросается на добычу орел, стремительно скачут кони, и стремительно вавилонское войско, уничтожающее своих врагов ассирийцев. Весь он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок. Вот так, как поступали ассирийцы с израильтянами северным царством прежде всего, так вавилоняне поступят с самими ассирийцами. Но потом придет время и персы, медийцы поступят также с вавилонянами. Потом пройдут еще века и македоняне, греки, Александр поступят также с персами. Все сменяется, одна эпоха сменяется другой, на всякую силу есть еще большая сила. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякой крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет его. В конце концов, вавилоняне возьмут и Иерусалим. Навуходоносор, вавилонский царь, дважды будет Иерусалим захвачен в 597 году, в 586. И вот эта вторая осада Иерусалима закончится его падением, город будет сожжен. Вся знать и ремесленники будут отведены в плен, и даже храм будет сожжен и уничтожен. Но здесь не уточняется, куда идет и на какие города осаждает, какие города захватывает вавилонское полчище, против каких городов насыпает осадные валы. Здесь общая картина представлена захватнической армии вавилонской. Тогда надмивается дух его, вот этого царя вавилонского. И он ходит и буйствует, сила его, бог его. Идолопоклонство — это не только грубый фетишизм, это и поклонение силе. Когда человек думает, если у меня много авианосцев, у меня огромное вооружение и несметные арсеналы ядерного оружия, значит, никакой бог мне не нужен, я сам себе бог, и моя сила мой бог. Вот это очень популярная форма идолопоклонства и в наше время. И тогда было так же. Человек совершенно возгордившийся, надменный, полагается на свою силу, не понимая, что эта сила ему дана Всевышним. Но не ты ли, дальше вот уже вопрос риторический звучит из уст пророка, закончилась прямая речь Господа, теперь говорит пророк, но не ты ли издревле Господь Бог мой, святой мой, мы не умрем, ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя, для наказания ты назначил его. Вот правильное понимание у пророка. Любой властитель мира, человек возгордившийся, надменный, идолопоклонник, он лишь попущен для наказания других народов, для наказания народа Божьего Израиля, для наказания надменных ассирийцев, и попущен на время, на время попущено ему возвыситься, чтобы наказать другие народы. То есть суды Божьи, его наказания совершаются руками идолопоклоннических полчищ, так часто было в священной истории, вообще в истории Востока, да и сегодня происходит так же. Пророк исповедует Бога своей скалой. Это частый образ, частая метафора в псалмах и вообще в библейской поэзии, псалмопевец называет Бога своей скалой, своим прибежищем. Вот на утесе, на высокой скале, недоступной, куда только орлы залетают, вот там может укрыться человек преследуемый, человек гонимый, и там Господь его защитит. Вот только в Боге, говорит Давид, успокаивается душа моя, он мое прибежище и так далее. Надежная скала, надежная защита, это сам Господь. Это гораздо более надежное прибежище и защита, чем все военные, военно-морские и военно-воздушные арсеналы. Чистым очам твоим, продолжает Аввакум обращаться к Богу, чистым очам твоим несвойственно глядеть на злодеяния и смотреть на притеснения ты не можешь. Господь праведен и не может Господь согласно пророку взирать на притеснения равнодушно. Но в то же время эти самые притеснения, эти самые злодеяния, они продолжают твориться в мире. Но до времени. И Господь неравнодушно на них взирает. Он положит этим злодеяниям и притеснениям конец. Но пророк задает вопрос, для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его. Вот этот вопрос со всей остротой о том, почему праведник преследуется, а нечестивец в этом мире торжествует, этот вопрос звучит не только у вакуума. Этот вопрос звучит очень громко в книге Иова. Вопрос страдающего праведника и преследуемого. Но там несколько в другом свете этот вопрос задается и несколько иначе представлен праведник Иов. Также звучит этот вопрос в некоторых псалмах, конечно же, в книге Экклесиаста тоже. И, в общем, для Библии это свойственный вопрос. Но о вакуум, пожалуй, острее всех этот вопрос ставит. Почему в мире господствует зло? Почему в мире праведность подвергается гонению, притеснению? Почему торжествует в мире несправедливость? Он услышит ответ, пророк. И мы вместе с вами услышим его, прочтем дальше. Почему, да, спрашивает он, ты оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя? Господь и рыбу в море не оставляет. И присмыкающихся, гадов, ползающих по земле, Господь тоже не оставляет. Он их творец и он промыслитель и заботится о всем своем творении. Поэтому упрек пророка в адрес Бога он не совсем справедлив. И у них есть властитель. Сам творец их, творец, конечно же, владычествует и над рыбами морскими, и над гадами, присмыкающимися по земле, и над людьми, кишащими на поверхности земли, и думающими, что они сами устанавливают свое господство, свою власть и свои царства, государства. Нет, конечно же, Господь единственный, абсолютный, в полном смысле слова, суверен и владыка, и властитель. Все другие властители должны признать его власть. И в конце концов они признают, снимут свои заграничные костюмчики, будут постелать перед Царем Христом и склонять свои головы до земли. Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуются и торжествуют. Метафора рыболовной сети здесь, вот эти полчища, эти войска, вавилонян, халдеев, они все царства другие, все государства, всех князей, все народы захватывают, словно рыбаки в своей сети, захватывают рыбные стаи в море и вытягивают эти неводы сети свои, забирают их и торжествуют, радуются. Конечно, рыбак радуется, когда у него богатый улов и злодей, правитель радуется, когда в его сети попали слабые, беззащитные люди, в рабство ему попали народы, окружающие его. Он их захватывает, словно рыб. Зато приносит жертвы сети своей, кодит неводу своему, потому что от них тучна власть его и роскошна пища его. Преклонение перед силой оружия это древняя форма идолопоклонства, ее обличает пророк Осия, ее вот здесь обличает пророк Аввакум, и сегодня есть те, кто поклоняются силе оружия и занимаются вот этой древней формой идолопоклонства. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады? Этим вопросом заканчивается первая глава книги. Неужели неужели задает пророк вопрос, но где же ответ? Он мучается, он молится, он непрестанно возвышает свои молитвы, задает вопросы Богу, где же ты справедливый Бог, почему ты не остановишь этих злодеев, этих халдеев, которые вот-вот скоро и родную нашу землю, говорит пророк, иудею захватят и не пощадят, и захватят и царя помазанника Мессию на престоле Давида, захватят весь народ, захватят Иерусалим, словно в неводы, словно в сети, и весь народ поработят. Ну, ответ мы услышим в следующей главе. Запись делается для библейского портала Экзегет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...